Смотрите выпуски. Новые мосты, туристы и лекарства. Что ради хабиров доложила депутатам республики? Вонь в городе. Армия, выбор и мэр. О чем можно и нельзя шутить в Башкирии. 19 декабря глава Башкирии Ради Хабиров обратился с посланием к парламенту республики. Руководитель региона подвел итоги, чем жила Башкирия в 2023 году. А также рассказал о планах на следующий год. Так Ради Хабиров отметил рост многодетных семей в республике. За 10 лет их число увеличилось на четверть, до 59 тысяч. По их числу мы первые в Приволжском округе и седьмые в России. Уровень рождаемости у нас выше, чем в среднем по стране и округу. Более 230 тысяч семей с детьми пользуются льготами. Помимо этого, Ради Хабиров добавил, что Башкирия показала самую высокую за всю историю республики продолжительность жизни. Выше 73 лет. При этом мы все должны ясно понимать, что это не такой же большой срок. Нам еще есть где работать и спасать жизни. Ради Хабиров отметил, что сегодня лекарственное обеспечение льготников на особом контроле. Также в Уфе планируют запустить крупнейшую за последние десятилетия программу модернизации здравоохранения города. Она охватит 118 объектов, а инвестиции составят 8 миллиардов рублей. В следующем году направим на ее реализацию 500 миллионов рублей, а начиная с 2025 года по полтора миллиарда. Сейчас готовится документация по южному обходу Уфы с мостом через реку Белую от Меги до Кузнецовского затона, а также мосту в створе улицы Интернациональной. Эти задачи Ради Хабиров назвал амбициозными, но правительство Башкирии постарается их реализовать. Также глава республики затронул тему транспортной реформы. За пять лет приобрели 1388 автобусов. В следующем году ожидаем поставку еще 230. В ближайшие годы займемся модернизацией трамвайной сети в южной части Уфы. Проложим и отремонтируем около 40 километров пути, закупим 60 новых трамваев. Из телевизора на сцену. Зрители встают, когда появляются девушки в розовом. Эта команда КВН из Салавата – город красивых девушек. Они стали известны на всю страну благодаря участию в юмористическом шоу на федеральном канале «Лига городов». А сегодня девушки вышли на сцену в Стерлитамаке. Перестроиться после Лиги городов в КВН очень сложно. Мы это поняли, что в Лиге городов очень мало музыки, а тут ее много используется. Очень есть какие-то клишированные шутки в КВН, которые там нельзя использовать. При этом в КВН можно выдумывать что-то, а в Лиге городов должно быть все натурально, как в жизни. К игре на Кубок главы администрации Стерлитамака девушки готовились два месяца. А выступления говорят – шутим на обычные темы и две песни в конце. Молодец, все-таки не переживайте, я сейчас все решу. Вон у меня уже ребюши сидит. Уважаемый мой бывший, если ты не поможешь нам сегодня выиграть кубок, то я назову твое имя. Большой и малый кубок КВН разыграли среди команд городов Башкирии, Татарстана, Свердловска, Оренбургской и Самарской областей. Команда КВН «Проект-63» добиралась до Стерлитамака в 8 часов. В ночь – по морозу. Они из Самары. У нас в гостях впервые. Не получилось походить, вообще выйти из ДК из-за репетиции, из-за подготовки, но как-нибудь вернемся и позовете. Ну, внутри ДК нам очень нравится. Значит, у вас снаружи вообще шикарный город, поэтому нам все прям супер нравится. Нам уютно. Хоть Стерлитамак ребята посмотреть и не успели, но шутки написали. Мы братьев, мы недовольны. Опа! Около администрации Стерлитамака зовешься оппозиционер? Уважаемая администрация, вы примите мэры. Мэры! Шутить про мэра города были готовы не все. Это как раз к вопросу, о ком нельзя шутить. Это надо делать изысканно, элегантно. Мы пока такое еще не умеем. Малый кто знает, но я правильно переписываюсь главой нашего города. А он-то сам в Сверсе? Ну, я же говорю. Малый кто знает, только я. Пока до администрации дойдешь, с голой жопы не останешься. Кстати, Даня, а в год кого ты родился? В год Мунина? Мммм. Тут ты не поспоришь. Рабочих пресс больше станет, Когда в Курултай перестанут Пристраивать своих детей И близких и своих семей И просто меняют прессами Так вот закон сансары Друговорот семей Вообще, тему политики чаще всего игроки и зрители называли запретной. Мы про политику сейчас начали говорить, а я вам раз и свою фамилию расскажу. Нет, конечно нет. На политическую тему сейчас опасно шутить, да. Слава богу, находят о чем шутить люди без политики. Раньше это было актуально. Знаете почему? Вот как рок-музыка, то есть то же самое КВН, а много было политики, потому что много чего запрещали, много чего было нельзя. Вот, а сейчас? Сейчас только нельзя шутить про политику. Все, больше как бы все остальное можно. Острые вопросы все же нашлись. Команда парней из Уфы затронула тему экологии. Зал хохотал. Битва экстрасенсов приехала в Селитовак, чтобы понять, чем же так пахнет в районе соды. Дриты. Вот это место. Я чувствую. Дайте мне минуту поработать. Бррр! 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 Я сколько понял здесь порча? Что? Порча общественного воздуха. Можно вас? Чтобы снять порчу, мне нужно полтали тысячи. Такси на Уфы. Желательно дай на борту. Понять! Настоять! Команда КВН «Парни из Уфы» – это вторая команда Башкирии, которая также выступает в юмористическом шоу «Лига городов». Они-то и взяли Большой кубок главы администрации Стерли-Тамака. Малые увезли Казахи и Зорска. Алло, да. Да, да, да. Все хорошо сейчас будет. Ребята, если мне видеть в военкоманах, родину мать зовет. Ты что, у вас дружить? Я в Казахстан. Говорю, что родину мать зовет. Алина Таюпова, Рузанна Муртазина. Телеканал ЮТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова